Эхо Москвы 16+. Особое мнение на 101FM Добрый день, в эфир программа «Особое мнение». Меня зовут Ксения Казакова. Напротив меня наш сегодняшний гость, депутат Кировской городской думы Александр Чиликин. Александр Юрьевич, добрый день. Да, добрый день. Мы сегодня поговорим, обсудим несколько тем, поговорим об объекте Мородыковский, о благоустройстве города, о возможном повышении цен на проезд. И в общественном транспорте начнем с темы, которая ни одну программу нашими коллегами обсуждается. Это так называемое дело Парка Победы, продажа земли в одноименном парке по рекордно низкой цене и нанесению ущерба городу, как оценивает следствие, в 9 миллионов рублей. На скамье подсудимых пока один человек. Это учредитель Кировского завода охотничьего раболовного снаряжения Леонид Ефаркин. Мои коллеги в этой студии уже с разных аспектов, с разных сторон этот вопрос обсуждали. Но меня интересует вот что. Кто-то из тех, кто уже давал свои свидетельские показания в суде, в частности, депутат, экс-депутат Кировской городской думы Альберт Бекалюк, который как раз в тот момент, когда все это происходило, был депутатом городской думы и как раз представлял этот округ, он рассказал о том, что при принятии решения о смене функциональной зоны земельного участка главой города на депутатов оказывалось давление. Косвенно его показания подтвердила Наталья Мамедова. Это экс-чиновник департамента муниципальной собственности. Кто-то же говорит напротив о том, что депутаты действовали самостоятельно. В частности, об этом говорил глава города в 2016-2017 году Валерий Владыкин. Он говорил о том, что каждый депутат определяется сам при голосовании. Вот, собственно говоря, из всего этого вопрос. Можно ли на депутата, взрослого, состоявшегося человека, который, может быть, даже сам руководитель, у него в подчинении, может быть, несколько десятков человек, можно ли на него оказывать давление? Насколько это реально? Ну, в своей работе, в своей деятельности депутатской я с этим еще не сталкивался. И на самом деле у каждого депутата до проведения заседания городской думы как минимум есть две возможности высказать свое мнение и определиться. Это участие в профильной комиссии. Да, даже если не участвуешь в комиссии, но тебя интересует вопрос, ты можешь там прийти и сидеть, послушать и там высказать свое мнение без права голосования. И на заседании фракции перед Думой. И здесь вот как раз депутат с личным-то не согласен. Он может всегда отстоять свою позицию и донести мнение до своих коллег. И если что-то не так по его мнению, естественно, он может их убедить, да, изменить свою точку зрения. Ну, я бы не сказал это давлением, я бы, наверное, больше назвал это конструктивным обсуждением. Вот, ну, конструктивное обсуждение в целях принятия верного решения. Недавно, вот могу пример привести, одно заседание назад не согласовали зама по общим вопросам для главы администрации города. Которого предлагала я, Шульгин. Да, то есть все так же вот обсудили, не все были согласны. И вот решили, что этот вопрос пока поднимать рано, там, до устранения каких-то замечаний со стороны как раз депутата. Ну, если вот вы собираетесь в фракции, и внутри фракции, например, один депутат говорит, что я не согласен, или даже два депутата говорят, я не согласен, в конечное решение по голосованию принимает фракция, и большинством голосов она убеждает, там, этих двоих голосовать так, как голосует вся фракция, или все-таки они голосуют так, как... Ну, конечно, стараются всех убедить, но таких там жутких санкций нет за это. И если ты в корне не согласен, ты всегда можешь проголосовать против. Ну, то есть партийная фракционная дисциплина не подразумевает никаких фракций, санкций, вернее. Дисциплина подразумевает, но уже понимаете, если ты, ну, конкретно уже настроен, то понятное дело, что ты проголосуешь, вот, ну, у тебя вот такое мнение, ты проголосовал. А, конечно, если ты во фракции, в партии, то дисциплина должна присутствовать. Потому что все мы делаем одно дело, и надо понимать, что твои коллеги, они с тобой вместе, и мнение должно быть единое у всех. Ну, то есть мнение отлично от фракциона быть может, оно допускается. Может, но допускается, но это не правило. Давайте к следующему вопросу перейдем. Как член комиссии депутатской по этике, как вы оцениваете высказывания депутатов ЗАГС-собрания, оппозиционных депутатов от ЛДПР, КПРФ, СССР, которые после обнародования вот этих вот показаний высказались о том, что они готовы выдвинуть в отум недоверия спикеру ЗАГС-собрания Владимиру Быкову. Причем СССР, например, заявляют, что они вообще не готовы больше работать под его председательством, и, в общем-то, в сентябре будут, ну, как я понимаю, что не выходить на работу в ЗАГС-собрания. Вот вы как оцениваете эту инициативу? Ну, насколько я знаю, у нас полномочия председателя ЗАГС-собрания по закону могут быть прохращены в двух случаях. Это в случае выполнения им обязанностей, предусмотренных законами, и при нарушении действующего законодательства при принятии решения. Поэтому на сегодняшний день законных оснований для досрочного прекращения полномочий председателя ЗАГС пока нет. А моральная сторона вопроса? Похожая ситуация была у нас в 2016 году, когда пытались... Алексей Максимович и Ивонина, да, тоже вот была... пытались нести повестку вопроса о досрочном прекращении полномочий. Ну, просто даже... Нет, здесь вопрос идет не о досрочном прекращении полномочий, а о том, чтобы снять... Я понимаю возмущение депутатов ЗАГС. Я прекрасно их понимаю, но подчеркну. Установлением вины должны заниматься у нас правоохранительные органы. Может, кто-то собирается там в преддверии выборов в городскую думу к себе внимание дополнительное придется, может очков себе лишних набрать. Но пока у нас не определит суд виновных, ну, зачем что-то плохо о ком-то говорить. Это не совсем корректно со стороны коллег. Ну, то есть даже если в суде высказаны показания о том, что Владимир Васильевич оказывал давление на депутатов и как-то, может быть, косвенно даже принимал участие в отчуждении земельного участка в Парке Победы, все равно это не является основанием, даже моральным там основанием. Ну, наверное, это надо доказать, во-первых, да, чтобы это было доказано, потому что слов всегда может быть много, а доказательства и взгляд на это суда может быть иным. Мы на сегодняшний день являемся просто наблюдателем по этому делу, да, смотрим все стороны. И вот я, по крайней мере, надеюсь на компетентное, справедливое решение по этому делу. Владимир Васильевич пока еще пояснений не давал, потому что он находится в отпуске. Надеюсь, он из отпуска выйдет и пояснение даст, и некоторые вопросы разрешатся самим самым. К другой кандидатуре давайте перейдем. К кандидатуре Ирины Рубцовой Альберт Бекалюк в эфире нашей радиостанции в программе «Дневной разворот» заявил о том, что властям стоит принять решение в отношении Ирины Рубцовой. Это начальник управления градостроительства и архитектуры администрации города, который, по его мнению, причастен к осуществлению схемы по продаже земли в Парке Победы. Вот вы думаете, Илья Шульгин должен как-то к этому мнению прислушаться и, может быть, действительно уволить или как-то отстранить ее от работы? Ну вообще вот мы, как депутаты, вправе выразить недоверие должным лицам городадминистрации согласно уставу нашего муниципального образования. Такое решение выносит большинством голосов, и глава администрации в течение месяца рассматривает вопросы и принимает то или иное решение. Но на сегодняшний день мы этот вопрос, скажу честно, не обсуждали еще. И на сегодняшний день у нас в адрес Ирины Рубцовой не выдвинутся никаких обвинений абсолютно. Если такие обвинения будут, тогда без вопросов чиновник, по-моему, не должен сразу покинуть свой пост. Но пока же надо подождать, может, после всех этих показаний, что-то изменится вообще в самом расследовании. Ну то есть кулуарно вы тоже эту тему не обсуждали? Кулуарно мы эту тему не обсуждали, но возникло буквально несколько дней назад. То есть никаких санкций вы не обсуждали, и, в общем-то, Ирина Рубцова пока должна остаться на своем посту до тех пор, пока не будет решения суда. Пока она устраивает главу администрации города Кирова, соответственно, она работает. В сентябре начнется у нас осенняя сессия, и, соответственно, допускаю, что на профильных комиссиях этот вопрос может быть озвучен и поднял. То есть это вопрос времени, он может быть рассмотрен? Да, вопрос времени. Да, сейчас просто август у нас, как говорят, депутатские каникулы, а с сентября мы вновь начнем работу, и, соответственно, я думаю, мы все равно этот вопрос будем обсуждать. Давайте у нас сейчас небольшой перерыв, мы прервемся, потому что у меня дальше пойдет очень большой по объему вопрос, поэтому небольшой перерыв пока. Спасибо. Продолжается программа «Особое мнение». Я напоминаю, что сегодня ее гость – депутат Кировской городской думы Александр Чиликин. В первой части программы мы начали обсуждать ситуацию вокруг Парка Победы, и, собственно говоря, ее и продолжаем. Мне интересно вот что. В Парке Победы, кроме того участка, который, собственно говоря, сегодня у всех на слуху, и из-за которого Леонид Ефарки находится на скамье подсудимых, есть еще один участок, на котором уже построен 21-этажный дом. Адрес монтажников – 19. Этот участок в 2012 году решением Кировской городской думы был выведен из состава Парка Победы. Вот вопрос, почему к этому участку никаких претензий у следственных органов не возникает, может быть, у общественности не возникает. Ну, почему сегодня вот прицепились к одному участку, которым владеет Ефаркин? Ну, наверное, не затронут ничьи интересы. Интересы местных жителей не затронуты. Поэтому не возникает вопросов. Ну, тут ситуация в чем. Альберт Бекалюк, опять же, который у нас в дневном развороте выступал, он сказал о том, что, когда, значит, этот вопрос обсуждался по смене функциональной зоны участка, который приобрел завода рыболовного хозяйства, значит, он сказал о том, что против выступал он и еще один его коллега, депутат Кировской городской думы Алексей Овечкин. Потом Овечкин свою позицию изменил. Собственно говоря, и на вопрос Бекалюка, а с чем это было связано, он сказал, что мы, в общем-то, вопрос решили. При этом стоит отметить, конечно же, что Овечкин, он представляет интересы компании Кировского ССК, собственно говоря. И для него, я так понимаю, что для него этот вопрос был решен тем, что участок был отчужден в его собственность предприятия. Вот вы думаете, какие-то, может быть, все-таки появятся у следствия в дальнейшем вопросы? Ну, если рассматривать эту проблему, наверное, надо рассматривать комплексно и тогда уже проверить действительно все, что происходило с муниципальной землей вот в этот, скажем так, спорный период. Ну, потому что предстория-то говорит о том, что все это происходило, в общем-то, параллельно. Да, ну, если это параллельно, то, наверное, должны проанализировать ситуацию и, соответственно, какое-то решение тоже принять и предоставить, и понять, с нарушениями это было сделано, и без нарушения это было сделано. И также по тем же исходным характеристикам и провести вот этот анализ ситуации с той землей, которой вот и сейчас, и за которой идут все эти судебные разбирательства. Давайте к новостям сегодняшним. Сегодня продолжаются судебные заседания по делу Парка Победы, и сегодня в суде выступал начальник правового департамента Юлия Зубарева, которая передала, значит, требования администрации к господину Юфаркину о 165 миллионов рублей. Иск приобщен к делу. Отсюда два вопроса, в общем-то, возникают. Первый, значит ли то, значит ли это, что, потребовав деньги, администрация фактически признала, что готова оставить этот участок в частной собственности. Хотя, если мы там отмотаем немножко время назад, в декабре 2018 года я нашла интервью Ильи Шульгина, и он говорил о том, что администрация предпринимает все усилия, чтобы вернуть землю. Вот они что, передумали? То есть поняли, что это невозможно и решили оставить все как есть? Ну, я думаю, если пока еще не стоит вопрос об изъятии земли, соответственно, он остается у текущего собственника. И я думаю, мы осенью этот вопрос тоже депутатским корпусом поднимем, чтобы нам тоже администрация разъяснила позицию, чтобы нам до своих избирателей эти вопросы тоже донести. А к вам вопрос вообще поступает, как к депутату, касаемо ситуации? Ну, по этой пока ситуации не поступает. Хорошо. Второй вопрос. Почему, если продали за 338 тысяч, требуют 165 миллионов? Ну, видимо, посчитали по рынку на сегодняшний день, и поэтому требуют эту сумму. Не знаю, насколько это правомерно на самом деле, и возможно ли это вообще, подлежит ли это взысканию. Ну, то есть пусть решает суд. Да, но я думаю, этот вопрос, конечно, должен решать суд. Хорошо, давайте пойдем дальше. Вы сегодня довольны вообще тем, как происходит благоустройство в городе? Могло быть лучше, да, скажу честно, могло быть лучше. Касается и улиц, и скверов, и парков, и тротуаров. Я к чему? В конце июля в Кирове прошел большой форум, называется он «Киров торговый». Там, кроме всего прочего, обсуждались вопросы взаимодействия бизнеса и администрации в сфере благоустройства. В частности, было высказано мнение о том, что бизнесу за небольшие деньги можно, например, передать территории общего пользования. Там это парки, скверы и так далее, в обмен на, собственно говоря, благоустройство этих территорий. Вот вы считаете, правильно инициатива, правильно администрация заботилась этим? Ну, инициатива правильная, по моему мнению, потому что, ну, это действительно проблема у нас, содержание вот этих огромных территорий. И есть, наверное, проблема разделения зон ответственности. Допустим, можно взять парку цирка, да, и там часть территории за ней следят арендаторы вот этих различных аттракционов, а часть выполняется администрацией. И можно действительно подумать и сделать какую-то вообще большую концепцию, да, вот как раз по аренде этих мест и содержанию не только этих мест и территорий. Пусть это включает не только какие-то там благоустроительные дела, но может какой-то единый стиль, наконец-то, в городе появится по всем этим объектам. А почему сейчас только администрация заботилась этим? Ведь там тот же малый бизнес, он находится в парке очень давно. Те же аттракционы, те же стационарные объекты. Которые до этого дошли, и все же есть недовольство жителей, и администрация прислушивается сейчас, наконец-то, к этому. И поэтому, чтобы снять напряженность эту, и самое главное, чтобы все же, не знаю, исполнить желание наших жителей, чтобы город выглядел краше и лучше, соответственно, администрация ищет пути решения. И один из путей решения – это как раз взаимодействие с малым бизнесом. Но к этому еще можно было привлечь какие-то общественные группы, там, допустим, тот же там красивый Киров, да, где там ребята-активисты стараются сделать, улучшить наш город. Вот, и, соответственно, уже какие-то проекты там вместе обсудить и получить какой-то результат. Но необходимый бизнес спросить, а что вы ждете от этого всего? Чтобы не просто там, вот мы решили, давайте будет так, давайте послушаем, тоже бизнес – это не должна быть игровой дневорота. Ну, а в каком формате это должно происходить? Ну, не знаю, должны быть какие-то, наверное, объекты, какие-то территории. Нет, я имею в виду вот именно это взаимодействие между бизнесом и властью. Наверное, через какие-то общественные слушания и круглые столы конкретно можно прям брать конкретно объекты, я думаю. И по каждому объекту эту концепцию смотреть и что-то предлагать. Ну, сейчас в Думе, я так понимаю, никакая работа по этому поводу не ведется? Пока еще нет. Ну, может быть, с началом. Ну, надеюсь, после этого всего, да, с началом осени все это активизируется, и на следующий год уже будет поинтереснее это все выглядеть. Давайте дальше по теме благоустройства пойдем. Значит, еще один из вопросов, который был на форуме затронут, это засилена лружная реклама. В том числе в историческом центре, и мы видим, как ее много, и мы видим, что она совершенно инновидирует. Иногда нелепо выглядит, и эти остановки заклеены в несколько слоев афишами, и огромное количество вывесок на исторических домах, причем разного цвета, разного размера, с разными совершенно шрифтами. Вот вы считаете, нужно ли здесь наводить порядок, и если нужно, то как? Ну, конечно, нужно наводить порядок. Здесь могу в пример привести европейские столицы, европейские города, где наружная реклама, она вообще к минимуму сведена. Есть определенные форматы этой рекламы. Нет, допустим, больших счетов рекламных, нет настенных конструкций. И настенные конструкции иногда присутствуют, да, на каких-то там больших улицах, но когда это там делает город краше. Реклама в транспорте, реклама на транспорте, это, как правило, какая-то социальная реклама, да, или там, не знаю, премьер какие-то, которые там идут по телевидению. И реклама выполнена очень на высоком уровне, как на технологичном, так и на творческом уровне. И поэтому, мое мнение, что надо нам концепцию размещения рекламы немножко, наверное, поменять в городе и определить какие-то исторические места, где... Ну, у нас же выделены исторические центры, определены его границы. Уже определены у нас границы по городу на сегодняшний день, работа уже ведется, да, но все равно как-то единый стиль сделать, да. Все это можно прописать с размерами, с цветовыми гаммами. Наверняка управление архитектурой, у него, я не знаю, есть или нет, не могу сказать, но наверняка какой-то паспорт разработан, да. И паспорт, фасадный паспорт там улиц, домов. И там все прописано. Вопрос, как этот паспорт соблюдать. Я знаю, в других городах Российской Федерации, если ты хочешь там покрасить фасад или что-то изменить, ты должен разработать проект и предъявить, там, согласовать его с архитектурой. И на этапе уже выполнения работы даже должен колировочный паспорт согласовывать, чтобы там даже по тону не отличалось. А сейчас у нас кто хочет, тот, кто и прилепил. Да, кто во что гораст. И также по вывескам, по этой, по яркости, ну, надо их до минимума сокращать, да, сделать какие-то требования, что если там несколько у тебя там магазинов, да, там, где один ход, ну, сделать их в едином стиле, в каком-то небольшом формате. Не заклеивайте там окна там все, когда сейчас до сих пор там окна заклеивать. Я знаю эти вопросы, они будут в течение этого года уже решаться, как это, чтобы окна не заклеивали, там, большие витрины вот эти вот. А как они будут решаться? Это какой-то уже внутри администрации идет работа? Я думаю, да, администрация уже работает на человечестве, как раз вот на форуме Кировторговой об этом говорили. И, надеюсь, в следующем сезоне у нас поинтереснее будет реклама. А предприниматели, вы думаете, как встретят это все? Ну, не думаю, что они будут очень рады, но надо подумать о жителях города и о гостях города, когда ты идешь по улице, и чтобы у тебя в спокойные цвета там, да, фасады покрашены. Нет там кричащих вывесок, табличек, и ты просто идешь и отдыхаешь. Просто обычно кажется, что чем больше вывеска... Это чувство внутреннего комфорта человек, на самом деле. Мне кажется, это важнее на сегодняшний день. Тем более мы все живем в нашем городе. Да, я хотела сказать, вот мне иногда кажется, что предприниматели думают, что чем больше вывеска, тем они заметнее, чем ярче вывеска, тем они заметнее, и, соответственно, больше клиентов к ним приходят. Ну, наверное, в современном обществе уже так нельзя. Когда заклеивают остановки там и так далее, ну, наверное, штраф надо как-то посерьезнее со штрафами быть, вообще с остановками и с мусором. Многие говорят, там, чисто там, где не мусорят. Ну, конечно, это так, немножко могу не согласиться. Это чисто там, где не только не мусорят, где еще и нормально убирают. Допустим, в той же Европе там за каждым, грубо говоря, дворником закреплено определенное участок улиц, которым вот он прямо следит. И даже если там намусорен там 6 вечера, то 8 уже может там быть абсолютно чисто. То есть у нас дворников не хватает? Или не хватает контроля за их работой? Я думаю, у нас не хватает дворников, не хватает контроля за ними. Да, и есть еще замечательная такая теория разбитых окон. Я не знаю, вы не слышали, не слышали. В 82-м году ее в США два человека разработали, Джеймс Уилсон и Джордж Келлинг. Она говорит о том, что когда ты идешь мимо дома, и в нем разбито окно, да, то через неделю ты пойдешь, у него не будет уже окон. И эта теория действительно работает. И если у нас в свое время там все будет отмываться, там все эти остановки там оттираться, да, несмотря ни на что, вот прямо задаться этой задачей, то я думаю, что люди, которые на остановках уже стоят и видят все время, что все время чисто, они будут сами уже проявлять гражданскую сознательность и сигнализировать о тех людях, которые вот как раз эти остановки заклеят. Хорошая, кстати говоря, теория, потому что... Да, но сами бы остановки еще надо бы сделать, конечно, посовременнее. Да, потому что они, во-первых, все разные, во-вторых, даже в том году, вернее, не в том году, а весной этого года администрация очень старалась, все эти объявления убирала, но буквально там на следующий день они снова были заклеены. Поэтому, может быть, эта теория разбитых окон как-то и действительно повлияет. Давайте дальше про благоустройство. Про фасады вы, кстати говоря, уже говорили. У меня вот вопрос возникает, ладно урегулировать вопрос с рекламными конструкциями, с предпринимательским сообществом, это одно. Другое дело, как все это дело обговорить с собственниками, потому что есть очень много домов в Кирове, и часто я вижу это вот на Сталинках, где не очень много балконов. Балконов, они уже, конечно, старые ветки, и собственники стараются эти балконы как-то облагородить, причем облагородить там, ну, что называется, кто во что гораст. Кто-то сайдингом обшивает, кто-то обшивает их стеклом, они все разные. Бывает, что на одном доме, на одном фасаде там до семи, до десяти разных балконов разных видов. Вот можно ли как-то этот вопрос урегулировать, как-то привести тоже все фасады к какому-то единому знаменателю? Ну, вообще у нас правила внешнего благоустройства, муниципального образования города Кирова, это уже регламентируют. Это порядок наружной отделки фасада зданий и сооружений. И то, что любой ремонт или изменение внешнего вида фасада должны осуществляться в строгом соответствии с паспортами наружной отделки фасадов. Но сейчас они не согласуются. Фактуры, цветовые решения. Новые застройщики, которые строят, у них с этим вообще очень строго. Все прописано, там, ТСЖ, потом, или управляющая компания, ты ничего не сможешь сделать без согласования, если что-то захочешь изменить. Ну, то есть, собственник должен, если он решил сделать что-то с балконом, он должен что сделать? Приди к администрации и сказать, что я хочу, дайте мне разрешение. Вообще, было бы идеально, чтобы все это просто ремонтировалось и было в первоначальном виде, как-то изначально подразумевал проект дома. И те же сталинские дома на них есть, очень красивые балконы, если действительно отреставрировать и действительно их починить. Просто, наверное, на сегодняшний день контролю недостаточно, там, уделяется внимание. Ну, хороший вопрос, я думаю, мы его с коллегами вот в сентябрьскую сессию сейчас себе запишу и обязательно обсудим на нашей профильной комиссии по благоустройству. Да, запишите, пожалуйста. Да, и что-то сделаем в этом направлении. Александр Юрьевич, у нас сейчас будет рекламка. До рекламы я предлагаю ответить на вопрос. Он поступил у нас в форму на сайте хакирова.ру. Значит, кратко, суть его в том, что пишут, во-первых, это жители Коминтерны. Если я правильно понимаю, это ваш округ. Да, 14 избирателей. Значит, говорят они о том, что по улице Боровая, дом 24, корпус 2, по пути к остановке на улице Павла Корчагина есть некая тропа, народная тропа. При этом тротуара там нет, люди вынуждены пробираться под поездами, потому что вся эта тропа проходит через ЖД пути. Вот они спрашивают, можно ли как-то решить эту проблему и благоустроить там тротуар. Я как раз в субботу планирую по округу проехать. И на Боровой там еще есть спортплощадка одна, которую надо отремонтировать. И в этом году, я надеюсь, мы ее отремонтируем, но жители давно просят. Обязательно пройдусь по этой тропе, посмотрю, что там. Возьму с собой представители обязательно. Первомайское теруправление, чтобы сразу они присутствовали. И постараюсь как-то вопрос рассмотреть. Но сразу возникает второй вопрос, куда ведет эта тропа. Я так понимаю, эта тропа ведет на остановке общественного транспорта, которая располагается на улице Павла Корчагина. Может, к сожалению, не все маршруты у нас ходят общественного транспорта, вот именно с улицы Боровой. Я знаю, что там всего лишь два маршрута, 15-й и 33-й. 15-й идет через Карла Маркса и Московскую на Европейские улочки, микрорайон, а 33-й идет через Новый мост, Октябрьский проспект, Московская и Садаковский. А вот на улице Павла Корчагина добавляется еще 3-й и 14-й маршрут. Они как раз идут, 3-й маршрут идет на железнодорожный вокзал, а 14-й немножко дублирует вот этот 15-й, они как-то идут немножко вместе, а потом тоже на Европейские улочки. И может, вот еще здесь вопрос рассмотреть, чтобы часть людей без пересадок вот с этого микрорайона добиралась в сторону железнодорожного вокзала. А то, я так понимаю, люди, которые хотят попасть на железнодорожный вокзал или автовокзал, им приходят и есть пересадка, и из-за этого им приходится вот по этой тропе идти. Я думаю, вопрос, обещаю, что вопрос будет комплексно рассмотрен, и какое-то решение будет. То есть надеются на то, что будет тротуар вот к этому пешеходному мосту? Мы посмотрим состояние тротуара, насколько он там востребован, как-то свяжем это все равно с транспортной доступностью и комплексной. Я его рассмотрю и, соответственно, включусь в работу для своих избирателей. Спасибо. Давайте прервемся на рекламу, после нее продолжим. Продолжаем «Особое мнение». Я напоминаю, что сегодня его высказывает депутат Кировской городской думы Александр Чиликин. В первой части программы мы обсудили дело Парка Победы, обсудили благоустройство. И сейчас переходим к теме, не менее нашумевшей, чем дело Парка Победы. Это перепрофилирование объекта по утилизации химического оружия «Мородыковский» в объект по переработке отходов первого-второго класса опасности. Давайте мы сначала, прежде чем пойти по вопросам, определимся. Ваша позиция какая по всей этой ситуации? Моя впечатление такая, что на сегодняшний день просто у нас, у жителей Кирова и Кировской области есть недостаток информации по всему этому комплексу, и до сих пор нет внятного ответа, что же там будет утилизироваться. Первый и второй классы отходов. Сейчас существует достаточно серьезное оборудование с высокими экологическими нормами, которое позволяет утилизировать эти классы отходов без влияния на экологическую обстановку. Но очень много ходит вопросов радиации, еще что-то. Первый и второй классы отходов, немножко другие классы отходов. Это аккумуляторные батареи, еще что-то я посмотрел. Но считаю, что на этапе общественного обсуждения, на этапе предоставления каких-то проектных решений мы все должны принять участие в этом. Это и депутаты областного ЗАГС Собрания, депутаты Кировской городской думы, администрация города, правительство области, депутаты районной думы, жители, которые неравнодушны к этому вопросу. И, наверное, мы вправе все потребовать от застройщика как раз выполнять всех психологических норм, экологических норм. И норм контроля, чтобы в онлайн-режиме можно было все это отслеживать. Могу в пример привести. В Калужской области открыли недавно экотехнопарк, буквально несколько дней назад. У них вот настолько там все четко сделано, что там определенные... Там тоже завод какой-то стоит, да, по переработке? Ну, там по переработке мусора, да, по переработке мусора. Там огромный комплекс сделали. В Кировской области, я считаю, это вообще на вооружение стоит взять, как сделано там. А там он стоит в городе, в центре города, где-то как далеко? Ну, там он стоит за городом, и люди тоже изначально возмущались, что вот так и так. Но когда все им объяснили, когда все увидели своими глазами, что действительно это на экологию никак не влияет, а только добавляет рабочие места и налоги в бюджет района, очень многие, ну, как бы согласились, что действительно, если все нормы выполнены, и оборудование там необходимое предусмотрено, и это действительно куплено и установлено, то это действительно работает и приносит только пользу. Ну, то есть все сегодняшние протесты, все сегодняшнее недовольство – это только от недостатка информации? Да, от недостатка информации. Когда подрядчик и заказчик, они будут более открыты с нами, соответственно, я думаю, мнение может поменяться. И действительно, если не покажут, то вот да, может быть, там вот такие датчики будут стоять, там датчики контроля, вот так можно будет онлайн посмотреть вот это. И надо не забывать, что все же в этом поселке должны быть рабочие места, и люди, которые работали на этом Радыкском комплексе по уничтожению оружия, но они же тоже должны остаться без работы, о них тоже надо подумать. Ну, а как люди должны это проконтролировать, вот все эти датчики, увидеть, что оборудование работает? Они как должны экскурсии туда вводить? Нет, ну почему? На этапе проектирования, я думаю, все эти решения будут прописаны, можно создать какую-то рабочую группу. Ну, просто многие же из нас не экологи, не специалисты, не специалисты по утилизации отходов. Наверное, в этой рабочей группе должны быть специалисты, которые должны разъяснить и должны понимать, что действительно это будет работать, посмотреть какие-то там практики, да, там лучшие практики уже... Это же не первый, наверное, объект, я думаю. Есть, наверное, лучшие практики при реализации таких объектов, и уже, наверное, слабые места где-то определенные. Ну, в том числе европейские, где там в центре города, например, в той же Вене, там стоит завод. Ну, много где, потому что, ну, в Европе там немножко другая ситуация. Там же не просто там сжигают и перерабатывают мусор, там еще и электричество вырабатывают, и в сеть его отдают. У нас законодательство, к сожалению, не позволяет сейчас при выработке электричества его так раз и в сеть отдать. Поэтому одно завязывается на другое. Но Калужская область прекрасный вообще пример. То есть можно нам туда съездить, посмотреть и взять опыт оттуда? Можно, да, посмотреть, да. И вместо там мусорных полигонов лучше построить экотехнопарк наподобие. И это будет больше пользы и для экологии, и для жителей города и области. Ну вот про рабочие места вы уже упомянули. Какие-то, может быть, еще социальные блага следует попросить жителям или руководству региона обратить на это внимание при дальнейших переговорах с компанией-застройщиком? Ну, наверное, должны понимать четкий план развития. А то вот нам говорят, там, построим в 2020 году, до 2022 года будет работать, а что дальше, да? Ну, надо вообще понимать, что будет на этом месте, ну, хоть какой-то там временной промежуток, там, не знаю, до 15 лет хотя бы, чтобы четко понимать, что будет на этом месте. Ну, и попросить какие-то социальные объекты. Ну, какие, например? Больницу. Ну, не знаю, что не хватает в Ореческом районе проанализировать эту ситуацию и посмотреть, что... Ну, там ведь не только Ореческий район протестует. Там протестует еще Котельнич, которая в 18 километрах оттуда находится. То есть они тоже говорят о том, что... Ну, тоже, потому что мы понимаем, что все боятся, что есть порции экологии, да? И понятно, они там ниже находятся по течению, и, соответственно, все это к ним, там, они думают, там, будет через воду, там, да, приходить. Поэтому надо просто жестко проконтролировать вот эти экологические решения, чтобы у людей сомнений просто не осталось. Допустим, вот в экологии у них там вообще на территории есть какой-то пруд, они прямо сделали, да, в котором плавают рыбы, и вот они за ней следят и смотрят, как она вообще реагирует на те виды, там, сбросы, насколько они очищены, да, она там живая, там, не живая, там, в каком состоянии. То есть даже вот такие есть моменты. А здесь поймы вятки, здесь, понятно, затапливаемая территория, наверное, то, что-то можно сделать и как-то контролировать. Ну да, люди же очень переживают, что как раз по течению все это пойдет в Котельнич, в Киров. Ну вот не считаете ли вы, просто дело в том, что все протесты, ну, большая часть протестов у нас проходит как раз в Кирове, там, в том же Мирном, хотя Мирный недавно, вот, 4-го числа протестовал, но в любом случае их не так много, как в областном центре. Вот не считаете ли вы, что это, я не знаю, какая-то, кто-то использует это в качестве, я не знаю, пиара для себя? Ну, вы знаете, когда вроде бы с разных сторон люди возмущены, у них вроде как-то получается совместная группа, да. А почему в Кирове? Потому что здесь ближе областной правительство, до него ближе достучаться и ближе это на какое-то общательное обсуждение вынести, да, что тебя услышат, прислушаются и мнение жителей будет учтено. Потому что мы же все понимаем, что 80 километров для каких-то больших видов загрязнения – это вообще не расстояние, да, вот, по сути-то дела. И поэтому и возникает это беспокойство. Поэтому, если будет больше открытости у нас и у правительства области, и у представителей застройщика, и активной части, общественной части, я думаю, мы получим нормальный проект, который будет у нас реализован. Ну, вот застройщик, компания застройщик обещает нам, что в сентябре они к нам снова приедут, представят, там, первый, по крайней мере, на первое обсуждение план. Вот вы считаете, о чем нужно обратить, на что нужно обратить их внимание, что вот, о чем нужно им сказать, чтобы они добавили это все в свою работу? Ну, вообще им надо рассказать, что там будет все же, какие отходы, чтобы же снять напряженность в части отходов. Во-вторых, наверное, предоставить план какому-то развитию, почему бы не сделать там, да, на базе… План развития территории или план развития завода, предприятия? Территория, да, вот план развития предприятия, да, и план развития территории, может, там, не знаю, позволит мощности сделать какой-то еще, там, не знаю, какой-нибудь, там, не знаю, очередной, там, технопарк, там, какой-то будет, какие-то площадки там новые сделать, да. Ну, много вариантов здесь, но единственное, должны изначально сказать, да, вот такие типы отходов, да, вот такое-то, такие-то будут соблюдены экологические, там, нормы и требования, да, вот такой-то контроль будет осуществляться. И, пожалуйста, мы ничего не скрываем. У нас же, понимаете, у нас, когда у людей информация не владеет, они начинают нервничать, но когда ты вот знаешь, и действительно исполняется, мне считаю, что в этом месте тут страшное. У нас остается с вами две минутки до конца эфира, поэтому я очень кратко задам вопрос, попрошу вас также кратко на него ответить. Не так давно на сайте Change.org, это сайт, который собирает, размещает петиции и гражданские инициативы, была опубликована диаметральная, диаметральная точка зрения в поддержку как раз-таки завода в Мородыково, в поддержку предприятия в Горном, в Камбарке. Вот, на ваш взгляд, кстати говоря, на сегодня, вот я посмотрела, ее подписали уже больше 10 тысяч человек, вот вы считаете, может быть, действительно, плюнуть уже на все, построить этот завод, все-таки это лучше, чем все эти отходы захоранивать на полигонах, чем, может быть, формировать какие-то несанкционированные свалки вдоль рек, вдоль обочин дорог. Может быть, правда, нужен нам этот завод? Нет, ну, есть же опыт строительства, да, не только в нашей стране, но и за рубежом по переработке отходов. Конечно, это лучше вообще для экологии, лучше для жителей. Пусть это лучше правильно перерабатывается и правильно утилизируется с соблюдением всех норм, чем это непосредственно и прямо влияет на окружающую среду. То есть пусть лучше у нас будет чистая экология? Нет, ну, конечно, экология – это, ну, серьезный вопрос. Я говорю, опыт уже большой есть на работе, но возьмите лучшие практики и реализуйте их, и область от этого только выиграет. Александр Юрьевич, я на этом вас прерву. Программа «Особое мнение» завершается. Я слушателей благодарю за этот эфир, за то, что слушали. Александр Юрьевич, вам большое спасибо. Всего доброго. Спасибо большое. До свидания. Особое мнение на 101FM